Которский? Я не знаю, как вам, но... Очевидно, может быть не очевидно, потому что я это вчера провидел, и мне это уже надоело смотреть на них. Но мне кажется, и так догадаться можно. Так. Это что-то значит? А, ну пока можно наплевать на то, что это что-то значит. Пока можно связать матрицу G с плотностью стояний. Сейчас покажу как. Смотрите, какие чудеса я буду делать. Вот это собственное значение матрицы G, которая определяется таким соотношением этого поделения. Далее, возьму и просуммирую все собственные значения. Возьму, значит, пишу. Сумма и леница, деленная на лямбда минус лямбда и лямбда. Что такое сумма всех собственных значений? Не разумеется. И от лямбда. А, нет, что это? От лямбда неправильный ответ. А шпур это правильный ответ. Это шпур G от лямбда. Чем интересен хороший шпур? Тем, что... Тем, что... Внимание! Вот... Каждые отдельные жеиты... А, чтобы узнать каждое отдельное собственное значение матрицы G, мы должны знать собственное значение матрицы M. Однако шпур, след матрицы, он не зависит от того, в каком предоставлении его считать. След одинаков. И там, и там. И в одном, и в другом. Зачем? А, ну, дальше. Если сейчас взять лямбды не вещественные, а немножечко комплекснее... Ну, представьте, что лямбда равно лямбда вещественного, плюс маленькая мимая добавка. Что? Шпур. Разобьется на вещественную мимую часть. Это будет сумма. Уминцы. 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 Не путайте, формула сходка на четвертый вопрос, а что другая формула? Блин, ладно, я медикам рассказываю эту формулу, понимаете? Медикам! Смотрите сюда. Вот так. Более общий случай рассмотрим. Ну и умножить на комплексе сопряженное. Что у меня будет? Здесь будет x минус и ε, а здесь будет x квадрат плюс ε квадрат. Правильно? Ну и вещественная часть, это x деленное на x квадрат плюс ε квадрат. А вот любимая часть интересная, потому что минус и ε деленное на x квадрат плюс ε квадрат. Возьму предел, при ε стремящейся к нулю. А там главная часть еще будет? Главная часть? Что такое главная часть знаете? Это интеграл. Нет. Здесь никакой главной части нет. Еще вопрос. Есть главная часть. Зато есть в первом члене. Первом члене. Главная часть возникает, когда есть интеграл. У нас интеграла никакого нет. Есть интеграл в смысле главного значения. Оп. Будем интегрировать появится, наверное. Пока мы не интегрируем. Я смотрю только вот интеграл, предел, в котором слагаем. x квадрат плюс ε квадрат сложный. Предел, но минники как-то поднатужились и сказали, чему равен результат. Да. Это сложные подручки. Все просто. Ну чему равен предел? Одна из первых теорет, это предел функций. Если у нас функция непрерывная, то предел функции это равен значению функций. Если мы ε поставим сюда, ε раз 0, то мы что получим? 0 делить на x квадрат. x квадрат плюс 0 квадрат. x квадрат? Нет, x квадрат плюс 0 квадрат и x квадрат. Да. И мы 0 делим на x квадрат. Это 0. Это 0. Нет. Пишу 0, потому что это не всегда 0. Это всегда 0, когда x не равен 0, а когда x равен 0. Вот просто тут равен 0. Мы получим здесь такую штуку. Сначала мы x квадрат 0 делаем, а потом мы берем это делаем. Если x равен 0, то есть будет 1,2 и все. Придел ее равен? Бесконечно. 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 Что, лид напоминает? Дельта функция. Напоминает дельта функция, но она дельта функция не равна. Понимаете почему? Чтобы проверить, что дельта функция нужно еще и интеграл сосчитать. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности. Дельта от x, dx равен чему? Дель. Дель. Дельнице. А чему равен интегралу? Это что помимо? Интеграл epsilon dx x квадрат плюс epsilon квадрат от минус бесконечности до бесконечности. Ну, наше счастье, что он от epsilon не зависит. То есть нормально, может быть даже не зависит. Пусть и зависит бы. Главное, чтобы предел при epsilon тримящейся к нулю бы такого существовал. А вот что такое. Дельта от x, dx, 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 dx. Что такое? Где? Здесь? Забудьте про эту функцию. Мы берем конкретный epsilon. Epsilon равен 186. И сочетаем вот только в таком epsilon-интеграл. О, на самом деле. Ну, это не прикремный бутатайс. Да, да и доброе! Пипа, да? Пипа вошел граво. Пип! Прилобно. Пипа вошел в обзор. Аааа, он не справился в обзор. Да, да, да. Ну да. Ну, собственно говоря, можно даже картинки нарисовать. Что это за функция? Эпсиум равен на х плюс эпсиум. При х равном нулю, это единица на эпсиум. Если эпсиум у нас большой, то в нуле у нас будет небольшой максимум. Потому что это будет максимум понятно. И кривая будет какая-то вот такая. Уменьшаем эпсиум, значение в нуле увеличивается, а весь интеграл от эпсиум не зависит. Интеграл должен сохраняться. Поэтому полуширина у нас типа уменьшается. И совсем-совсем устремляется он к нулю. Мы его вот так вот сжимаем нашу привулинку так, что остается бесконечный-бесконечный высокий пик в нуле, а все остальное практически в нуле. То есть вот эта штука, это не эпсиум, это π умноженное эпсиум. Так и пишут. Сюда. Так, помню. Это, на самом деле, некорректное доказательство? Конечно, некорректное. Предполагалось с самого начала, чтобы пропорционировали. Конечно, это некорректное доказательство. Я не говорю, что доказательство формы Носоковского. Я излагаю то же самое, чтобы вам было понятно в группе Медфизика. Непонятно, понимаете? Я сейчас... Зачем сошнять? Так, короче. Возникает такая-то тренфиговинка типа лямда минус, черченая минус, лямда и т квадратный плюс. Эй, все. В квадрате сумма по и ладно, что с ним будет сумма по и. И плюс... Нет, на самом деле минус. Потому что здесь минус стоит а. Минус минума единица на пи на сумму по и. Лямда единица дата. Это лямда минус лямда. Какая? Так, x это у меня а. Лямда еще черный, конечно. Нет, лямда единица. Вот так он написал, по-моему. Ну и сейчас, если я на реальную часть вообще начихаю, возьму мимую часть асфера. То это у меня будет. Вот эта штуковина. Уже вводилась в это плотное состояние. Ну умноженное на n. Сейчас напишу точно. Это будет минус. Пи. Ну я n здесь напишу. Так, чтобы. n на. Ро. На. Вот. Вот. Вот форма. Которая связывает плотность состояния и соответствует функцией. Калибатная задача у нас это не настоящая плотность состояния. Потому что лямда это квадрат частоты. Но если мы рассмотрим. Вот такая вот задача такого вот типа. Она появляется не только для калибатных систем, но например для электронов тоже. Скажем это очень похоже на уравнение Шерри. Где лямда это энергия, а L это матрица оператора Гамильтона. Ну S это играет роль при строительной головной функции. И в этом случае у нас уже будет все рассуждения совершенно справедливы. Но мы получим связь электронного плотность состояния с функцией Грины для вот этой задачи. По другой. Там еще хороший вопрос про главные значения. Был их вопрос про главные значения? Был. По какой бы вопрос про главные? Слушайте, там студенты вспомнили про главные значения, что это должно быть. Главное значение возникает, когда развивается интеграл, да? То есть. Лямда минус лямда ит. Формула Саповского, вот ему может быть записано. Так или так. Ага. Сейчас напишу. Снова вот сам. Единица х плюс и епсилом, да? Да? Давно. Я записал, что это минус. Сначала минус я поставлю. И пи дэта от икс. Вот. И плюс. Ну, по идее, у меня было записано так. Икс деленное на икс квадратку и епсилом квадратку. Вот строго говоря, что получилось. Если сейчас... Да. Какое вы воспринимаете? Где есть главный значение? Да. Главное значение нет. Главное значение появляется, если я сейчас левую и правую часть умножаю на мне эту вторую функцию и интегрирую где-то в пределы. Я правильно понимаю? Нет. Просто студентам такой, почему я не знаю, если вам положить равную нулю в этой форме? А. Перейти к пределу. Почему нельзя? Почему нельзя? Можно или нет? Мы будем просто студентам. Они же икс 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 икс. А, икс икс икс, точно. Я сейчас изучал. Ну, то есть как? Смотрите сюда. Интеграл. Так, так пишем теперь. Интеграл. Вот. Подразумевается, что есть какая-то функция. Икс плюс и епсилом до икс. Равно минус и пи. Эф от... Эф от нуля. Эф от нуля. Эф и плюс... Тут перец вот такая вот штука. Эф от нуля. Эф, интеграл. Эф от х на х по дейф. Вот. Хотя, говоря формально, я могу здесь на эфу, можно просто проинтегрировать, положив эфсилом на нулю и букву петов оставить и можно. А эти гады ставят. Это будет некорректно, да? Это будет некорректно. Потому что интеграл уже определён. Тоже говоря. То есть, если вы просто проектируете. Если вы пишете, то это правильно. А если... Внимание. А если я пишу так. Будет правильно. Без группы. А так? Да. А будет. Все. Присо. Есть функция полдэ. Разрыва. А если функция разрыва, то нафиг я вообще не вижу. Функции разрыва не надо. Эф от нуля у нас тогда некорректно. Нужно его. Нужно его. Так люди могут. Нет. У нас функция, конечно. Откуда взялся этот член? Я регулировал. Регулировал. Туда нужно добавить соответствующий член. А. Добавить. Добрал. 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 Так. Граждане. Вы понимаете, о чем он говорит? Сейчас поймем. Опа. Короче. Следующее. Когда мы пользовались этой формулой, ни в какую главную часть обязательно нужно. Вот это же самое важное, что нужно внести в дискуссию. Так. Так. Вроде бы можно было на этом закончить, но я душево спокойный и на этом я не успокаиваюсь. Хочу больше мяса, больше жести. Значит, что? Хочу вам поверить, рассказать, поделиться. Формула с поиска вы имеете кучу применений в теории фриквардового тела, потому что зря вы ее не знаете. Не стыдно. А? Не может стыдно. Так. Рассмотрим следующую задачу. Пусть у нас есть матрица Энергия, для которой мы знаем собственные значения. Пусть я это обозначил. Лямб-дринзи. Ну, например, что может быть. Вот непринестная цепочка однородная. Это как раз пример такой стимул, для которого мы знаем точное решение. Ну и собственно говоря, мы знаем все собственные значения. формально так, на лямб-дринзи я обозначил. За ними, разумеется, скрываются квадраты собственных частот омега квадрата октанта. А затем у нас тут наводят порчу на эту прекрасную систему. И испорченная система уже будет описываться вот такой вот суммой. Л нулевой и В. В тоже матрица Л на М. Чем больше В, тем больше порча. Ну, если мы рассматриваем значимость примесей массы, да, если мы рассматриваем значимость примесей массы, то В это просто будет один диагональный матрический элемент. Вот сколько я понимаю, да? Нет, не совсем так. Ну, можно свести к этому. Ну, чтобы не путаться с массами, давайте рассмотрим задачу о примесной пружинке. Да? Тогда у нас, если здесь у нас первый и второй, здесь появляется пружинка с другой жесткостью, да, то уравнение движения для первых травматов поменяется. И это будет выглядеть как-то так. Омега квадрат на S1 равно, сейчас вспомним, ага, омега квадрат на S1, это будет F, S1-S0, плюс, ну, здесь какой мы, по-моему, другой жесткость, ну, какой мы буквы мы подозначали другую жесткость? Букой G? Не помните, нет? Ну, пусть будет G. G, S1-S2. А омега квадрат S2, это будет G, S2-S1, плюс S, ну, ведь будет S2-S3. Получается, что если я сейчас, ну, а все остальные уравнения будут точно такими же. Если я сейчас представлю вот эту систему уравнений вот в одном вот виде, где лямбда, омега квадрат, то у меня лямбда будет отличаться от N0, S будет отличаться от N0. Лямбда имел вот такую структуру, или любой. А L будет иметь все-все такие же матричные элементы, кроме, кроме, кроме. Ага, вот здесь поменяется, соответственно, здесь поменяется тоже. Мы, конечно, должны любимо возразить сразу же, что уравнение для S0 и для S3 тоже изменится. Верно ли? Нет, не изменится. Для S0 это не изменится. Подожди, подожди, подожди. Здесь у нас... Угу. Здесь, как бы, точка так останется. А изменится какой-то вот блок. Вот. Вне свекоматочных элементов будет режим. Ну, если непонятно, могу показать. Вот. 0. 0. 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Кусок матрицы... Кусок матрицы любое каким был? Здесь 2F. Здесь 2F. Здесь 2F. Здесь 2F. Здесь 2F. Здесь минус F, минус F, минус F, минус F. 0. Ну, и вот эта диагональ как бы продолжается во всем матрицам. Это кусок матрицы A0. Так? Кусок матрицы A0 с порчной, с привычной жесткостью будет таким. Другим может. Так. Что у нас? Ну, если это будет 0. Так, 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 так. Здесь будет F плюс G. Здесь будет 1, 2, минус G. Здесь будет, естественно, минус G. F плюс G. Здесь будет минус F. Ну, здесь будет минус F. 2F. И определить дальше. То есть, на самом деле, если рассматривать примесь такого типа, то у примесной задачи матрица A отличается от матрицы A0 только в этом блоке. И матрица V, возмущение, будет матрицей A0. Или вообще говоря. Но, эта задача, на отличие от 0, будет только для вот этих вот четырех матрицных элементов. У меня будет только четыре миллилубых матрицных элементов. И, разумеется, вы должны быть сразу же мне не сказать, что я не прав. В чем? Где я поторопился? Вот в этой системе. Поторопился у меня в... Ну, соответственно, в матрице будет еще M знаменатель. И, разумеется, это вроде не играет. Так, да? Прониклись? Черт. Не прониклись. Могу еще раз объяснить. Короче, для L мы не знаем собственные значения. Для L мы собственные значения не знаем. Для L мы знаем плотное состояние. Хочу узнать влияние вот такого вот замещения на плотное состояние всей колебательной системы. не решая задачи на собственные значения. Не решая задачи на собственные значения. Для матрицы L она долги утромительная. Ну, соответственно, на что я опираюсь? Я опираюсь на то, что функция G нулевое? G нулевое, да? Да. Функция G нулевое известна. Я ее знаю. Потому что я знаю все собственные значения матрицы L нулевое. G нулевое является решением следующего уравнения. Следующей системы уравнений. L минус G нулевое. Это явно зависущее. Что я пишу? L. Да. G нулевое зависущее. Размениться. Там и у него. L минус G. Iscomая функция? Ну, совсем искомая. Нам не надо будет у него след взять и не вымечать от него. G является решением другой системы. L. для амдеринусы, вот здесь их конечно не одно. Хочу связать G и Жирное, это можно сделать. Где? L, это L нулевой плюс V. Сейчас покажу, как это все делать. Ну вот возьму это уравнение, которое на самом деле система уравнений, начну его вертеть. Так, ага, вертеть, хочу, хочу. Так, A минус L нулевое минус V, вот так. Напишу вначале, на G и пишу, что у нас весь воздям, на G равное единице. Далее, совсем все просто. Рассказываю осколки. R минус L нулевое, на G, минус VG, равное единице. Рассказываю о том, что я не прав, пока вроде бы никого не обманываю. Сейчас, внимание, тот километр. Что нужно сделать? Умножить обе части слева, это же мы матрицу умножаем, слева на G0. Потому что G0 является обратной матрицей для вот этой. Умножить G0. Первая слагаемая умножить 0, и у меня первый раз умножитель обращается в единице. Я получу G минус, а это будет умножить G0. В G равное единице. Ну и после этого, получается, всем хорошо известное, на миллилитров уровня, которое я пишу так. G, зависящая от лянда, равное. Так. И что мне не говорите, если я его обращался? Я же обе части умножить на G0. Здесь тоже будет G0. Конечно. Ровно? G0 от лянда завистищей. Плюс, это очень слагаемая. G0, зависящая от лянда. В и G. Вот. Красота. Ну как красота? У нас неизвестность стоит слева и справа. По-разному можно решать. Если я сейчас, вы его будут итерациями решать. Ну, в нулевом приближении G равен G0. Поставлю сюда. Потом поставлю еще и еще. Безконечный ряд такого типа. G0 плюс G0VG0 плюс G0VG0 плюс так далее. Безконечный ряд. Безконечный ряд. Он же возникает, если я... Так. Я могу от него как истерить? Да, пожалуйста. А я уже никому не могу. Если я вам хочется. Если я представлю решение в таком виде. G G Это есть. Сейчас мне не мешаете. Ага. Все понял. Можно мешать. Скажу G 1 1 минус G0V И тогда у нас это будет G0. А для зависящего можно на матрицу обратно к следующей. 1 минус G0V. 2 минус G0V Ну и если я формально разложу это по маленькому V, то как раз получу вот такой бесконечный ряд. Ну, для нашей минусной задачи все очень просто можно пользоваться конкретно этой формулой. Почему? Потому что матрица V у нее очень мало ненулевых матчных элементов в узельном представлении. Мало-мало. 104. Следовательно матрица G0V тоже у нее будет мало ненулевых матчных элементов. И вот матрицу обратно к этой сочетать можно. Она будет практически везде отличная. Единичная, кроме некоторых элементов. Ну, для этого, конечно, можно что сделать? Нужно знать. У нас V очень удобная в узельном представлении. Потому что у нас на конкретные узлы возвращение действует. G0 у нас в этом представлении не совсем удобная. Поэтому нужно знать выражение для функции глина в узельном представлении, как она... Какие у нее матчные элементы... Ну, вот. Какие у нее матчные элементы. Какие у нее собственные значения мы знаем. Ну, если мы знаем собственные значения, знаем собственные вектора, то и матчный элемент тоже. Не могу сообразить, если мы разложим вот эту обратную дробь, мы же в неправильном порядке понятия свеклина. Ты права? Да. Нам, наверное, женой надо вторым совмножить. Сейчас скажу. Да, конечно. Это я поторопился. Сам нужно посмотреть, это правильно, но уже умножить слева, справа, на скобочку, минус пять. Ну, я сейчас буду предлагать так, что я буду пробовать. Вставляйте. 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 Так и мне. А, ну и что? Если я хочу найти плотное состояние, возмущенной системы, зная, что есть некоторая равновля тляма, то я так и должен применить вот эту форму. не нужно найти след матрицы G, выразить через след матрицы G0. Проблема в том, что след произведения матрицы неравенит произведение. А выразить хочется. Очень хочется. Знай будет. Детерминат. Но. Детерминат обладает нужным свойством. Детерминат произведение. Детерминат. 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 Уже нулевое. От яблаза еще. Здесь уже нам пофиг на то, что... Я предыдущий поменял, потому что детерминат это просто число деленное на детерминат. Вот эта вот матрица, которая... Их семенос уже на 2-1. Ну разумеется, в номинации на любое тоже. Для матрицы я бы забыл. И главная задача связать след с терминатом. Это можно сделать. Оказывается это можно сделать. Смотрите сюда. Обращаются вообще к абстрактной функции Гринга для абстрактной задачи. Это может быть как G. Это может быть как G0. Не важно. Важно то, что она является решением следующей задачи. λ минус L на G равно единице. Ну если L равен 0, то у нас уже 0. Если не нулевое, то G тоже не нулевое. Как я уже говорил, след матрицы G – это сумма. Детерминат же. Нам же след за детерминатом по пункту нельзя. Да. Ну так просто детерминат взять. От чего? Ну от этого вооружения. У меня много вооружений. Этого? Верхнего. Верхнего. Да. Получится. Детерминат, произведение детерминатов. Произведение она же диагональное. Лем до минус лем доито. Произведение у всех. И единице. Ну след матрицы – это сумма собственных значений. Детерминат – это произведение собственных значений. Вот есть, собственно, чьи здесь стоят, поэтому я записываю. Детерминат же. Детерминат, да. Произведение. Теперь начинаю. Твои всякие гадости. Могу только смотрите? Не за объяснение. Беру логарифм детерминат. Ну и логарифм, по-моему, левая и правая части. Логарифм детермината G. Логарифм произведения – это сумма логарифма. Сумма логарифм. Видите? Гамды, гамды. Ну, можно переписать, что это минус. Так. Пока все по-честному. Сейчас, воспользуясь тем, как именно у меня зависимость от лямбда проявляется. Уже это не какая-то матрица, да? А матрица сейчас лямбда вот именно таким макаром. Дифференцировавые части полярды. Левая часть будет. Д. По д лярд. Логарифм детермината G. А правая часть, что бы вы думали? Так что, какой у нас знакный минус получается? Минус курс. Минус курс. Минус курс. Да? Минус курс. След. След. Что это значит? Это не для любой матрицы годится, а вот для матрицы, которая определена. Для таким запрознений. Все упирается в зависимую от лямбды. То есть, связь между дитерминатом и следом у нас на самом деле есть. А именно. След. Ж. Правильно. Минус. Д. Минус курс. Минус курс. Т. Минус курс. Минус курс. Вот это вот. Минус курс. Ну и все. Сейчас я смотрю вот на это сюда выражение. И мне нужно получить след в правой части В левую, не в правую Для этого я должен взять логарифм, продифицировать полианды и взять в результате минус Поехали! Логарифм детермината g равен Ну, логарифм произведения у нас здесь будет, поэтому логарифм произведения – это сумма логарифм Логарифм детермината g0 Это же слагаемое Ну, тут будет логарифм оттуда часто, поэтому я поставлю сразу минус Минус логарифм, что там, детерминат, единица минус уже нулевое Плохо! Ужасно! Плохо работает! Сейчас я должен взять производок Д по Д лямбда логарифм детермината g И будет просто Д по Д лямбда логарифм детермината g0 Ну, и сейчас я просто знак минус добавлю везде И здесь знак минус Здесь знак минус Здесь знак минус Здесь знак минус Ну, и первое слагаемое в левой части – это искомый Ну, почти, практически искомый шпур g Здесь шпур g0 А вот разница уперлась вот в эти вот слагаемости След g от лямбда Правильно След g нулевого от лямбда То, что мы знаем, типа Плюс Так будет записать по-русски толку Ну, вот так лучше Единицы на d d d d d лямбда Где? d я вот знаю d это дитерминат свежий матрикс d лямбда, конечно Конечно И, скажу честно, мы привыкли в сегово очень Ну, потому что же нулевое тоже Не сахар Так Так Что-то нужно сказать По главным следам А именно Если окажется Вот, d у нас, Тяна Газович Если окажется что? Буква d, функция d Обращается в ноль Если окажется При некоторых при некоторых лямбда То это будет приводить к дополнительному дельта пику в полное чистояние Почему? А, ну да, будет обращаться в ноль Производом ноль обращается Я и так прививаю, конечно Ну, то есть, если есть простой полюс Если вблизи лямбда с звездочкой d А, здесь лямбда равен пунктам а лямбда минус лямбда с звездочкой Вот такой простой пункт Ой, что я говорю А то простой пункт Поза горы Поза горы Поза горы Поза горы То из ниц на d d d Вот биллианты вблизи таких по значению биллианты будет вот здесь это будет как раз простой полюс И в каком-то состоянии этого изменится Мы должны взять мнимую часть от левой правой части Да мнимую часть с одноком минусом и умножителем и прочее проще РО от лямбда равно РО нулевой от лямбда Это я уже Ой, что будет Это я уход не знаю то это мнимая часть с одноком минусом или на грамм ну да, а если у нас вот этот дробь просто простой полюс то это будет давить разному пику на частоте и лямбе а, ну не спи лямбе, девочки, да на лямбе равны лямбе, девочки если же у нас D в ноль не обращается то что у корня нет то это будет просто изменение лодкости как однородное изменение лодкости но нужно, конечно, понимать, что что? где? в конкурсе однородное в каком конкурсе однородное? в 10-х и в пиках и в 100-е но изменение функциониру должно быть в любом правильно? Если же у нас есть лейтопик какой-то, то здесь будет какая-то вот такая штука. Потому что здесь добавка на частоте должна скомпенсироваться на однородном изменении всей полутосостояния. Ну типа это. Конечно, были бы у нас сейчас полутосостояния для лейтопочки, я бы какой-нибудь пример привел. Хотя это сложно. Тут видите, это терминант. Есть матрицы, это очень сложная матрица. Ну и если брать примесь массы, то тут нужно аккуратно поступать, потому что... У меня на сегодня все. Я думал, что вы будете выступать. Опа, телефон забыл, сколько времени? Пол первого. Двенадцатого? Первого. Первого. Ну что еще здесь? Так. Ну, короче, вы знаете, я из задания выписывал. Первое, это найти полутосостояние для ленинной цепочки однородной. А второе, для ленинной двуковатной цепочки. Можно для трех одного найти, если трудно. Да, для трех атома этого сложнее, потому что бежонка не выглядел. Как еще раз помнить состояние для однородной цепочки? Для одного атома и для двух атома. А, для двух атома. Это который первый сон, потом второй, первый, второй. Ну то есть, видите, сначала первого атома, потом второго атома, потом снова первого. Так, ребята, бойтесь, хочешь? А, это? Упорядочный. Это у ленинтарной чики два. Так, ну все. Я вас не вижу. Чуть-чуть не сорвали за меня. А че? А че? А че? А че? А че? Ну не получилось. Тихо. Вон блин. Тихо. А че? А че? Пусть сеньки. Он уже полчаса и в ней стоят. Кто там Решел. Сухара. Ходи, пусть сеньки. Что с ней решать? Что тебе в Москве написал что-нибудь? Да. В Москве написал что-нибудь написал? Что говорит? Всё за что-то очень круто. Да? Всё правильно? Да. Я его не понял. Всё хорошо. Всё хорошо написал. Спасибо.